Сегодня мы с вами будем разбираться с тем, что такое проект ТОН. Перспективный блокчейн, который может дать икси своим инвесторам, либо же очередной перемендоз, раздутый хайп и лучше держаться от него подальше стороной. В этом видео мы проведем с вами подробнейшие исследования проекта ТОН, я расскажу вам в конце, инвестирую лично я в ТОН, и поделюсь с вами всеми тонкостями, которые вам нужно знать про этот проект. А поверьте, тонкостей там очень много и, скорее всего, вы их не видите. Без долгих слов, сразу погнали к делу. Первое, с чего нам нужно с вами начать, это, конечно же, история проекта ТОН. Вообще, проект стартовал в 2017 году под началом братьев Дуровых, я думаю, это ни для кого не секрет, но наверняка вы не знаете то, что изначально вообще этот токен, который они выпустили, он назывался Грамм. И они сделали на самом деле все красиво, то есть у них была крутая идея сделать блокчейн, веб 3.0, функциональный, масштабируемый у них-то, в общем-то, получилось залистить токен на бирже, причем среди инвесторов были достаточно известные ребята, такие как Роман Абрамович, Джаред Летта, и вообще пиар-компания была неплохая. Но в 2018 году ребята столкнулись с некоторыми сложностями от наших американских коллег. Хьюстон, у нас проблема. Если быть более точным, то просто им заблокировали все возможности, сказали то, что токен потенциально является ценной бумагой, и, в общем-то, проект встал на какое-то время. Но поскольку проект изначально имел открытый исходный код, то через какое-то время его быстренько подхватили две дочерние компании. Ну, мое мнение, что это компания, естественно, Павла Дурова, он от этого всячески открещивается. В общем, так или иначе, это компании Tone Labs и Tone Foundation. И, собственно, после вливаний от этих компаний, после доработок, блокчейн, проект уже обрел вторую жизнь. В чем вообще заключается основная идея проекта Tone и что он из себя представляет? На самом деле, ничего здесь вот прям супернеобычного нет. Изначально Tone как задумывался, как блокчейн первого уровня для масштабирования сетей типа Web3, так, собственно, он им и остался. Блокчейн Tone построен по принципу шардинга. Вам сейчас где-то здесь на монтаже выведут красивую вставочку. Собственно, в чем там смысл? Если блокчейн нагружается, то сеть способна, грубо говоря, делиться на разные блоки, и ей не нужны какие-то L2 решения. То есть, если, например, мы говорим с вами про сеть эфира, где при нагрузке сети у нас очень сильно возрастают комиссии, долго проходят транзакции и все вот это вот, собственно, в Tone это реализовано за счет технологии шардинга, и сеть способна как бы сама разделяться для того, чтобы не перегружаться. Сам же блокчейн Tone работает на технологии Proof of Stake. То есть, если вы являетесь холдером токенов Tone, то вы можете пойти их застейкать, обеспечивать роботоспособность сети и получать за это небольшой процент. А если мы говорим про инфляцию в токене Tone, она составляет порядка 0,6%. На текущий момент они перешли полностью с Proof of Work на Proof of Stake. То есть, этот блокчейн является достаточно экологичным. Я не знаю, кого это в реальной жизни может волновать, но вдруг вы являетесь экоактивистом. Да, кстати, если вы не знаете, что такое стейкинг, крайне рекомендую вам посмотреть видео, но есть у нас на канале, оставлю ссылку в подсказках, там все это подробно разобрано. И вообще, друзья мои, если вы попали на этот канал первый раз, интересуетесь темой крипты, крайне рекомендую вам подписаться на наш замечательный телеграм-канал. Ссылка находится под этим видео, там много полезных постов по теме крипты, рассказываю, какие проекты инвестирую, какие сделки открываю, делюсь своими мыслями по рынку. В общем, переходите, подписывайтесь на телеграм, будем с вами чаще на связи. Итак, после того, как мы разобрали с вами историческую справку по проекту Tone и его основной технологии, давайте будем разбираться с тем, что вообще он может дать нам полезного. Первое и основное преимущество блокчейна Tone, то, что он действительно очень быстрый и очень масштабируемый. За счет чего это происходит, я вам уже объяснил. Технология шардинга позволяет нам обрабатывать транзакции последовательно. Если мы, например, берем свои блокчейны биткоина и эфира, там транзакции обрабатываются линейно в порядке очереди. Естественно, это занимает больше времени. Я вам сейчас выведу скрин на экран, вы можете видеть то, что скорость обработки транзакций в сети Tone превышает значение обработки транзакций в сетях Visa MasterCard. 104 715 транзакций в секунду способен обрабатывать блокчейн Tone. Я думаю, что эти значения со временем будут только расти. И при этом, при всем, мы с вами еще получаем достаточно низкую стоимость газа. То есть операции в блокчейне Tone действительно стоят очень дешево. И это на самом деле является действительно критично важным моментом, если мы говорим с вами про создание жизнеспособного блокчейна, которым будут пользоваться люди, на котором будут дешевые транзакции, и которые можно будет применить в реальной жизни. То есть это на самом деле действительно большой плюс от того же Ethereum, либо мы можем привести здесь любой другой блокчейн. Не так много проектов без решений каких-то второго уровня дают такую скорость обработки и такие низкие транзакционные издержки. Если же мы говорим с вами про команду проекта, здесь в принципе тоже все достаточно неплохо. Я так предполагаю то, что все эти люди были поставлены туда Павлом Дуровым. Ну, мы можем сейчас, конечно, пройтись по биографии каждого человека. Да, вот у нас есть Стив Ян, который работал в Интеле, есть Андрей Рогозов, есть у нас Мануэль Стоц. Все люди достаточно опытные. То есть понятно, что до такого проекта школьников не допустят. А почему он, а не я? И несмотря на то, что проект с открытым исходным кодом, я сомневаюсь, что любой желающий мог прийти и начать там свои какие-то разработки. Ну, давайте все-таки будем с вами в адеквате. Теперь давайте будем разбираться с самим токеном TONE. Чего вообще от него можно ждать? Будут ли в нем действительно иксы? Могут ли в нем вообще быть какие-то сумасшедшие иксы? И все, что с этим связано. Первое, что нам нужно понимать, то, что токен TONE является нативным токеном самого блокчейна. Общее предложение этого токена составляет 5 миллиардов. На текущий момент циркуляция около 70%, то есть 3,5 миллиарда токенов TONE. На текущий момент входит в топ 20 токенов по версии CoinMarketCap и занимает 15-ю строчку. Актуальная капитализация 7,3 миллиарда долларов. И вот здесь предлагаю вам сразу остановиться. Вот смотрите, друзья мои, когда вы подбираете потенциальный проект на иксы, ну, то есть если вы действительно пришли сюда за условными икс 10, то смотреть на то, что находится в топ 20, топ 30 CoinMarketCap, с одной стороны, это надежные проекты, но получить там 10 иксов, ну, прям маловероятно. Мы, естественно, не понимаем размеров той бычки, которая ждет нас в 2024-2025 году. Возможно, она будет совсем какая-то невменяемая, и даже проекты из топ 10 покажут там еще 10 иксов. Но давайте все-таки будем реалистами, если мы смотрим с вами реально на вещи, а у токена TONE есть темные стороны, которые мы сегодня с вами подсветим, то все-таки сделать здесь какие-то вот прям невменяемые иксы вряд ли получится. Икс 2, икс 3? Возможно. Икс 10? Маловероятно просто из-за того, что для того, чтобы дойти токену TONE до икс 10, ему нужно дойти до 70 миллиардов долларов капитализации. Могут ли ее так раздуть? Диоретически могут. Практически сомневаюсь. Какие функции есть у токена TONE, и зачем вообще вам есть смысл его держать? Первое, я вам уже обозначил, это стейкинг. То есть вы можете купить TONE, положить его на кошелек, получать за это процент. Но здесь, опять же, вы будете подвержены волатильности этого токена. Насколько я помню, там стейкинг порядка 6 или 8 процентов, что-то такое. Какие-то небольшие проценты. И буквально за колебание цены на те же самые 6-8 процентов. А токен TONE достаточно волатильная история. И вы можете просто потерять больше, чем заработать на том же самом стейкинге. Второй момент. Холдеры токена TONE имеют возможность участвовать в жизни протокола. Также токен TONE используется для оплаты газа в блокчейне, о чем мы с вами говорили. И токен TONE используется для оплаты сервисов в экосистеме TONE. И вот это, на мой взгляд, самый интересный момент, почему лично я держу TONE у себя в портфеле. И почему я думаю, что здесь все-таки могут быть действительно какие-то иксы. Смотрите, момент важный. Действительно важный. И я считаю, что вот лично для меня, как для инвестора, он вообще самый ключевой. Давайте разберемся, в чем же здесь фишка. И почему я считаю действительно этот момент самым важным. Смотрите, я думаю, вы заметили то, что в Телеграме появилось замечательное приложение Wallet. Что находится в этом приложении Wallet? Правильно, криптовалютный кошелек. В нем у вас есть Tether, TONE и другая крипта. Но здесь еще самый важный момент. То, что это криптовалютный кошелек, ориентированный в первую очередь на транзакции в Телеграм. И если мы заглянем с вами немножко в будущее, то предполагаю, что как раз-таки внутри Телеграма будет развиваться некоторый marketplace, где можно будет покупать товары, услуги, оплачивать какие-то подписки. И, вероятнее всего, ребята будут стремиться сделать так, чтобы все это оплачивалось именно за ТONE. Может быть, будут давать какие-то скидки, может быть, какие-то промо-акции. Есть множество разных вариантов отмотивировать людей платить именно ТОНом. И в чем здесь будет смысл? То, что люди будут создавать спрос на этот самый ТОН для того, чтобы им расплачиваться. Если это будет происходить массово, ну, естественно, это будет положительно влиять на его стоимость. Поэтому, если мы говорим именно про масс-адопшн ТОНа, когда людям в Телеграме массово начнут рассказывать про то, как им пользоваться, как им платить, что с ним можно делать, то это действительно способно дать хороший спрос со стороны ритейл-покупателя и, соответственно, толкнуть цену вверх. На самом деле, в ТОНе ритейл-покупатели могут сделать много, и я вам сейчас объясню, почему. Следующий момент, который нам нужно с вами обсудить, это, конечно же, финансирование проекта ТОН и откуда там вообще изначально появились деньги. Смотрите, мы сейчас не будем перечислять с вами всех инвесторов. Мы вам вот здесь вот выведем их на монтаже. Ничего интересного там нет. Единственный, кто нам там бросается в глаза, это, конечно же, всеми любимый DWF Labs. Для тех, кто не знает, DWF Labs – это достаточно известный маркетмейкер, который хорошо умеет работать с проектами, который хорошо умеет качать цену и умеет в маркетинг, так скажем. Поэтому то, что DWF Labs присутствует в ТОНе, то, что он занимается этим проектом, занимается его маркетмейкингом, для меня лично является существенным плюсом. То есть ребята вряд ли зашли сюда, чтобы посидеть, покурить в сторонке и не захотят здесь заработать побольше денег. А если они захотят заработать побольше денег, естественно, им нужно будет воспользоваться бычкой 24-25 года и хорошо запампить цену. Ну а теперь к самому интересному. Какой потенциал роста вообще есть у ТОНа ТОН и стоит ли сейчас его покупать? Первый момент, который вам нужно понимать, помните, мы вначале с вами сказали то, что ТОН работает на технологии Proof of Stake, но это случилось не так давно. Изначально ТОН работал на технологии Proof of Work, и когда он запускался, то токены были намайнены определенным числом людей. Ну вот ребята вышли и сказали, мы не хотим проводить IDO, мы не хотим сразу Proof of Stake, мы сейчас дадим возможность ограниченному кругу людей намайнить все токены, и потом, соответственно, перейдем на Proof of Stake. Ну, замечательная схема, я считаю, просто великолепная. В чем здесь заключается минус? То, что, по сути, 95% токенов ТОН, они принадлежат очень ограниченному числу людей. Давайте я вам сейчас прям выведу картинку на экран, и вы сможете убедиться в этом, то есть как распределены токены ТОН. И я предполагаю, что, естественно, все эти кошельки так или иначе аккумулированы рядом с замечательным Павлом Дуровым. Можно сказать то, что, вероятно, Павел Дуров уже состоятельный человек, вероятно, он не собирается скамить людей, вероятно, он собирается сделать там какой-то супер крутой блокчейн, но мы здесь отходим от основных принципов крипты, за которыми мы сюда все пришли, ну, типа. Децентрализация. Здесь ее практически нет, это надо адекватно себе понимать, то есть все эти кошельки, вероятно, являются какими-то ручными кошельками Павла Дурова. Следующий момент. Это низкие торговые объемы на биржах. Я вам выведу сейчас, опять же, картинку, просто посмотрите, насколько сильно ниже торговые объемы в ТОНе, чем в других блокчейнах. И обратите внимание, то, что при этом при всем ТОН занимает достаточно высокую строчку по капитализации. Это как раз-таки нам лишний раз говорит о том, что стоимость этого проекта во многом раздутая. Как образовывается стоимость проекта? У нас есть большое количество холдеров, которые не выходят в рынок, 95%. Есть небольшое количество монет в обращении. И, по сути, капитализация ТОНа складывается только из цены на вот эти вот 5% монет в обращении. Представьте, что было бы с ТОНом, если бы сейчас все 100% предложения оказались бы в рынке. Ну, я думаю, в лучшем случае он был бы где-нибудь в строчке на 200. И это надо себе тоже адекватно понимать. Следующий важный момент. Это низкие значения ТВЛ. Что такое ТВЛ? Это стоимость заблокированных активов на блокчейне. То есть, сколько денег конкретно там сейчас лежит в разных активах. Я вам сейчас приведу скрин на экране. Сравните цифры других блокчейнов. Понимаете, насколько разнятся эти цифры. И, на самом деле, это является одним из ключевых моментов, который говорит нам о том, что все-таки блокчейн ТОНа сейчас, ну, не очень используется в масс-комьюнити. У меня, поймите правильно, нет задачи вам сказать там, инвестируйте в проект ТОН, не инвестируйте в проект ТОН. Я вам даю свою, так сказать, пищу для размышлений. Я вам рассказываю свои мысли, я вам рассказываю свою логику. Вы дальше уже примите свое самостоятельное решение. Если же мы говорим с вами про экосистему ТОНа, и что вообще там потенциально может у нас еще привинтиться, то есть где могут использоваться токены ТОНа, где может расти ТВЛ, это, в общем-то, ну, все, что можно себе представить с точки зрения блокчейн-технологий. Декс-обменники, геймфай-приложения, инструменты для разработчиков, кастодиальные кошельки, социал-фай-приложения и так далее. Мы здесь, в принципе, можем даже не обсуждать там NFT-маркетплейс, VPN и все, что с ним связано. Это нам не столько интересно. Я вам показал сейчас самый важный момент, то, что 95% токенов принадлежат 100 кошелькам, еще раз, вероятно, аффилированным плюс-минус с одной группой лиц. И понятно, что эти лица имеют очень большое влияние на цену. Захотят пампить проект, раз пампят хоть до 10 долларов. Не захотят пампить проект, будут потихонечку лить токены в рынок и забирать к себе кэш. И, по сути, вы здесь зависите только от этого. Ну, а теперь давайте подведем итоги и решим, стоит ли вообще халдить токены ТОН. Первый момент. Блокчейн действительно интересный, хорошо масштабируется, дешевый, используемый в рамках Телеграма, возможно, будет использоваться еще больше. Но есть и ряд минусов. Я вам уже их также озвучил. 95% монет принадлежит явно одной группе лиц. Как бы это ни скрывалось, это достаточно очевидный факт, на мой взгляд. Дальше, соответственно, из плюсов, опять же, то, что за проектом стоит Павел Дуров, которому я сомневаюсь, что сильно нужны там, типа, лишние пару миллиардов. Вряд ли у него есть проблемы с деньгами. И здесь мы можем говорить о том, что, вероятно, люди сюда пришли именно за реализацией какой-то большой идеи. И если они пришли за реализацией большой идеи, то действительно, ну, пусть хранят в себе там 95% токенов. Если они не будут лить их в рынок, проблем с этой точки зрения здесь не будет. Ну и, собственно, про мое личное мнение, про мои личные инвестиции. Чисто из любви к Павлу Дурову. Из-за того, что я обожаю Телеграм, я держу токены ТОН. Но на небольшой процент депозита, скажу сразу, если они будут падать куда-то вниз, я вряд ли буду их докупать. Потому что здесь очень много вопросов к проекту. Действительно, вопросы у меня, я считаю, достаточно адекватные. Ну, то есть, мне не до конца понятна схема, как здесь можно много заработать денег с точки зрения инвестиций. То есть, на мой взгляд, на текущий момент есть гораздо более интересные проекты в крипте, которые мы будем дальше, конечно же, с вами разбирать по ходу видео на этом канале. Вы не забывайте подписаться, поставить лайк, пишите, кстати, в комментариях, что вы думаете лично по поводу проекта ТОН, держите ли вы его у себя. Мы с вами будем разбирать более интересные проекты. ТОН можно держать на небольшой процент от депозита, но говорить о том, что здесь будут какие-то невменяемые иксы, крайне маловероятно. На этом, друзья, мы именно сегодня заканчиваем. Делайте собственные исследования, берегите свои депозиты и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok